Субтитры сделал DimaTorzok Приветствую всех дорогие друзья, рад вас всех видеть, с вами снова Крюга ТВ И сегодня будет конечно же самое ожидаемое видео на этой планете Оно посвящено не новинкам патча, не изменениям боевых рейтингов майских Которые я хочу сделать уже целую неделю, все никак руки не дойдут Делов-то казалось бы буквально одна секунда, я все никак не успеваю Ну ладно, бывает, бывает Сегодня ИСУ-152 Почему? А потому что я вот вольный ветер, меня хрен угадаешь Сегодня на ИСУ-152 обзор снимаю, а завтра иду и в реке утоплюсь В общем хорошая техника, которая незаслуженно была забыта мной И как-то обошел я стороной рассмотрения ИСУ-шки Мы СУ-152 по-моему еще в относительно ближайшем времени когда-то так рассматривали А ИСУ-шка она в семнадцатом году что ли была Я даже не знаю Если хотите посмотреть, то я думаю, что это будет забавный опыт для вас Ибо это было давным-давно И сравните вот видео, как изменились за там четыре года А теперь давайте еще раз поговорим по ИСУ-152 Перечислять все изменения, которые произошли с того момента в игре, не имея смысла Скажу, что это теперь совсем другое Оно как бы осталось таким же, но все-таки совсем другое И как играется ИСУ-152, разберемся прямо с вами, прямо сейчас Начну с небольшого предисловия еще, касаемо СУ-152 Я все же считаю до сих пор, что СУ-152 лучше, чем ИСУ-152 Почему? Да по сути это же то же самое, те же яйца только в профиль Но боевой рейтинг ниже Именно поэтому, на мой взгляд, именно СУ-шка заслуживает местечко в вашем сердечке Потому что она просто не встречается с более страшными противниками Хотя так было раньше А теперь боевой рейтинг ее 4.3, а у ИСУ-шки, у нашей, 4.7 А пантеры, которые были раньше на 5.7, и тигры, которые не встречались с СУ-шкой-152 Теперь с ней попадаются, ибо им боевой рейтинг убавили А ИСУ, как сказать, это более защищенная просто версия СУ-шки Причем, не скажу, что она как-то сильно лучше защищена При этом она более неповоротливая, на мой взгляд Хотя, ну, по сути, что то, что другое Это такие медленные, громоздкие и довольно гротескные САУ Оснащенные бабахой И вот бабаха как раз таки это то, что выручает практически в любой ситуации Ну, благо, прямо сейчас Есть такая тема, что раньше фугасы не дамажили А сейчас они опять начали веселить И, честно, для ИСУ это никогда, наверное, не было такой проблемой Как для какого-нибудь КВ-2, которому порезали пробитие на бронебойных У нас здесь были и кумулятивы Абсолютно бесполезные, кстати, на 250 пробития И самое главное, у нас присутствовали бронебойные снаряды Которые пробивали и пробивают до сих пор приличное количество брони Причём взрывчатки у них довольно много внутри Там целый килограмм может быть Это 152-мм болванка, пробивающая 166 мм брони в упор Достаточно и для Тигра, и для Пантеры Но! Если мы говорим про Пантеру, то попадя и в ЛДА ничего не сделаешь Да и в лоб башни уже не всегда пройдёт урон Поскольку бронебойки эти понерфили всё-таки Объёмные же снаряды И 152 мм теперь в те щели, в которые он раньше залетал, не залетает А значит, играть на них сложнее И я предпочитаю фугасы Но фугасы были занерфлены в какаху А теперь это 6 килограмм взрывчатки С пробитием в 49 мм, которые реально ваншотят Вот и всё Причём, из-за того, что у них поменялась механика действия Они вернули себе урон, и он практически всегда Это вот ваншоты и всё Попадать нужно в лоб башни, чтобы проламывало крышу корпуса Ну и тогда, конечно же, избыточным давлением весь экипаж погибает Всё ещё можно не уничтожить Но тут раз на раз не приходится, если вы попадёте в какое-то суперзащищённое место Тогда урон от них может испариться Или по гусенице в какую-нибудь неудачную сторону залетит Но, по сути, практически всегда это ваншоты Надо чуть-чуть выцеливать как-то И то только защищённые цели По итогу сейчас берём фугасы и не паримся Они супер хороши И да, у нас есть косяк с тем, что перезарядка долгая Но по сравнению с перезарядкой КВ-2 тут всё лучше Исушка, и Исушка, ну вы поняли, да, каламбур А, собственно, перезаряжаются куда быстрее Время перезарядки нашего агрегата 22,5 секунды на экспертном экипаже По сравнению с 30 с лишним секундами у КВ-шки Веселее? Конечно МЛ-20С Вообще хороша ещё и тем, что она Довольно длинная Относительно той же пушки КВ-2 И у нас ещё и баллистика более-менее сойдёт Тут тоже, кстати, каламбур Знаю вот этих любителей написать в комментариях И баллистика, чё ты ругаешься? Пфу, на вас! Я в другом городе, чего вы мне сделаете? За мат извините Начальная скорость 655 метров в секунду Полёт снаряда Это значит, что мы можем стрелять даже на дистанцию Там, ближе к 2 километрам И довольно уверенно попадать Ну и самое главное, что урон стал тот, который нужен Да, у нас всё ещё плохо с вертикальными углами наведения Но это советская техника, чего вы ожидали Минус 3 градуса вниз Это как бы печально и плохо Да и по горизонтали наводится орудие очень в малом секторе Это всего лишь от минус 3 до плюс 7 градусов То есть 10 градусов, по сути, у нас углы горизонтального наведения Приходится постоянно помогать корпусам Не очень удобно, но не скажу, что большая раскачка на ИС-ушке Поэтому жить с этим можно И вообще, в принципе, тут такие габариты, такая подвижность Что не стоит пытаться на кого-то вырулить раньше, чем они на вас среагируют С другой стороны, иногда вам можно упереться просто в дом И какой-нибудь коточек противник показывает Задний коточек И ему в этот коточек залетает 152 мм чистого счастья Поверьте Чем бы он там ни танковал, скорее всего, он умрёт И он, по-моему, даже выстрелить в этот момент не сможет У ИС-ушки же орудие расположено в правой части корпуса И, соответственно, небольшой диссонанс возникает Вид от командира по центру Вы не видите врага, когда вы можете по нему стрелять С другой стороны, от наводчика как раз-таки и видите Выезжать из-за препятствия с правой стороны будет верным решением Вы меньше подставляетесь врагу Хотя, с точки зрения защищённости По ИС-ушки всё неплохо У нас тут 90-мм лоб Это довольно толстая броня И 100-мм маска орудия Плюс есть некоторые наклоны Опять же, может не пробить Нас даже что-то относительно бронебойное Но боевой рейтинг 4.7 Не питайте иллюзий Если снаряд пазика от вас отскочит, неплохо Если мы ромбуем, ну когда-то вот уезжаем за укрытие И вынуждаем противника стрелять в переднюю нашу бронеплиту Тогда может отскочить что-то Ну под большим углом Но в целом, конечно, пробития вам не избежать Особенно вот в эту уязвимую часть ИС-152 Где открытая большая часть рубки Там наклона почти нет И, естественно, пробить 100 мм брони На БР-4.7 может почти каждый Почти Но тем не менее Бортами тоже можем танковать Ну, то есть ромбануть, если где-то как-то Там у нас от 90 до 75 мм брони В зависимости от того, куда будут стрелять И вообще, по кругу защищена самоходка неплохо Нас даже в крышу просто так не пробить Ну, только если бомбой или ракетой удачно попасть Но в целом, защищённость ИСушки хороша А вот внутри всё не так весело У нас тут боеукладкой весело зажаты все наши члены экипажа И у нас, кстати, два заряжающих Если что В общем, даже если вы берёте неполный боекомплект То всё равно снаряды занимают большое количество места И боевое отделение получается довольно толстое Спасает только большой казённик орудия Но далеко не всегда При попадании вас каморником Скорее всего, вы отлетите Но не факт Иногда, попадая вот куда-то сюда Снаряд не пройдёт в другую часть боевого отделения А значит, вы останетесь живы Короче, иногда ИСушка показывает чудеса живучести Это вот забагованная советская какая-то техника Или я не знаю Когда ты играешь против неё Ты её нормально не пробиваешь Когда играешь на ней, тебе пролетает ваншот Тут такая Теория подлости, я бы сказал По итогу могу сказать, что защищённость ИСушки на этом боевом рейтинге Удивительно нормальная То есть как бы по цифрам всё плохо Но на деле это действительно может танковать Особенно если противников разводить на выстрел Здесь не работают постановки на каток Выстрелы в борта под углом Картошечные привычки у некоторых игроков дают о себе знать И вот тогда вы выживаете А потом 152 мм в лицо И там уже танкуй, не танкуй, ромбуй, не ромбуй И Сушка это может Единственная её проблема То, что она немощная в плане поворота И закрутить её не составляет труда Ну и громоздкая, конечно Построена на базе ИСа Ну и логично это Мощность двигателя такая же Масса почти такая же 520 лошадей на 46 тонн массы Вперёд-назад ИС Помним, этот трамвай едет неплохо Но как только нужно повернуть Тут возникают проблемы А для самоходки с такими ограниченными углами Наведение орудия Это критичная проблемка Максималка вперёд 38 км в час У нас 11 лошадей на тонну Назад самое главное Едем до 15 км в час Это, конечно же, приятно Мы можем закатиться за препятствия После выстрела Это то, чего так не хватает Некоторым другим советским Особенно топовым танкам Короче, у нас получается Что есть и скорость А самая главная скорость В отступлении Есть хорошая Ну, достаточно Броня И мощная пушка Которая ваншотит Нафиг пофиг И с текущими фугасами ИСушка весёлая Да, на ней весело Играть на ней много Фрагов делается От двух до пяти На ней результативно И фаново Это именно то, что вам нужно Если вы хотите катать КВ-2 КВ-2 не надо Забудьте Не весело Сушка 152 И ИСушка 152 Вот что вам нужно Так что Обязательно поиграйте Если вдруг этого ещё не сделали Прокачайте хотя бы досюда Советскую технику Это не так сложно И увидимся с вами В следующих видео Всем удачи Надеюсь оцените это Кстати Не забудьте Поддерживать канал Своей активностью Я рад, что многие И так это делают Но тем не менее Я знаю, что не все Зрители ответственные Но может быть Моё напоминание Кому-то поможет Всем удачи И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok